Итак, дорогие дамы и господа, зашел важный вопрос именно про важность простыни. Она у нас необходима в нашей работе. Во-первых, мы накрываем человека, но это как-то эстетично, и с другой стороны, не должно быть никаких сквозняков. Во время массажа закрываем форточки, особенно когда он уносит глубокая работа с мышцами и мануальная работа. До и после этих процедур надо, чтобы человек, особенно после, минут сорок примерно был в тепле. Желательно, чтобы он полежал под термоодеялом, либо сходил в баньку, либо просто полежал покрытый чем-то. Либо, если выходит на улицу, все-таки бежит, то посоветуйте обязательно, это норма вашей ответственности, чтобы он не стоял на сквозняках, не открывал в машине форточку, не чтобы куртка закрывала ягодицы, до середины бедра доходила. Олег, можно вопрос сразу по теме? Вот эти 40 минут после массажа в тепле человека, мы за это берем дополнительные деньги? Нет, я больше не беру, я просто предупреждаю, говорю ему, да, это пусть на его ответственности будет. Закрывай дверь, говоришь, вообще-то лучше нужно посидеть в тепле. Да, ну, многие за рулем приезжают, например, вот я говорю, включите подогрев сидения, пока едете, сколько вам ехать? Я спрашиваю, говорят, ну, у меня 45 минут ехать, я говорю, вот 30 минут включаете, греетесь, да, и за 15-м перед выходом выключаете, то есть уже должно быть остывшее тело, чтобы выйти на сквозняк на улицу, да, не разогретым, уже надо выйти остановленным, с остановленным вот этим тепловым эффектом. Вот, а перед массажем я покрываю простынь, ну, вернее, подогреваю ее на батарее, ну, либо есть, я не знаю, в некоторых салонах комфорки специальные, для белья такие, знаете, плитки не для супов, да, а вот они такие с определенной температурой, там белье клеится, полотенце клеится, ну, если у вас есть свои салоны, да, то рекомендую это обязательно приобретать. Если нет, то у меня колорифер специально стоит на работе, на колорифере подогреваю простынь, и потом очень приятно накрываю спину человека, особенно, если он после душа или после ванны, он бывает там мокрый, да, протираю его и одновременно согреваю теплом, да, вот в определенной точке, где тепло, это вот с верхней и верхней доли, где ягодицы, да, серединка спины и там, где плечи, вот, 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 нажимаю и провожу, вытираю всю мокроту, чтобы она из лобинки вот из этих вышла, это мера заботы о человеке, он сразу чувствует, что вы, а детки, как и ребеночки, не беспокоитесь, заботитесь, да, я еще говорю, что вот у меня теплый простынь неспроста, да, а именно для вип-клиентов, для особо приглашенных гостей, тебе повезло, мне так говорили, я обманывал, почему обманывал, почему, реально, потом, смотрите, вот тепло должно быть на бедрах, посередине бедер, да, обозначили тепло на икрах и стоп, обязательно стоп, вот так раз, и подогнули простынь, так, чтобы, вот, вы о нем забудьте, чтобы там сквознячок, пальчики ног не беспокоил, да, простынь, вот еще такой лайфхак, простынь может быть свернута у вас так вот неудобно, например, да, вы ее разворачиваете, в данном случае она у меня вот в глину, да, свернута, если вам нужно развернуть ее пополам, ну, квадратиком сложить, да, то тут у нее, в принципе, видны складки, да, берем легонечко одной рукой за нижнюю складку, второй за другую складку, моментально раскрываем, она получается квадратная, как раз ровно на пол человека, либо с этой стороны, либо сделать на ноги, например, с этой стороны, ну, голову мы открываем в определенных случаях, когда отвозим уже в морг, сейчас пока не надо, да, вот, если, например, вы сделали, да, вот, массаж, закончили, ну, например, спины, вам нужно накрыть его целиком, да, тогда берем, находим кончики опять, да, и резким движением, и одним взмахом дополнительным, раскрываем полностью на человека, видите, легко и быстро, экономим время, нужно обнажить, например, переднюю ногу, да, сразу же этой частью просто обнажаете, и на данном крае еще нужно, да, вот обнажаем игру, вот у вас деталь, да, открыто, которую нужно, нужно вам проработать, например, лопатку, да, соответственно, раз, открываем, все остальное прикрыто, да, отработаем с этой частью, ну, соответственно, там, если две лопатки, вот, у него, да, мы обрабатываем вот так, все остальное закрыто, если человек, когда мы обработали сзади, нужно повернуть спереди, да, его, я сразу экономлю движение на простынях, чтобы не в лишний раз не снимать, не застелась, да, я готовлю простыни, вот, ниже пулка, одна треть получается простыня, да, вторую треть, закрываю от ног, и предупреждаю человека, так, а теперь переворачиваемся, ну, обычно я шутка говорю, давай перевернемся, пожалуйста, ливерной частью к солнцу, да, филейной частью вниз, и вот видите, параллельно, я встряхнул просто, да, если он там голый, да, то я ничего не видела, никому ничего не показал, сразу раз на них накрыл, и тут же вот. А разве, наверное, в одноразовых трусиках, да, что входили? Это как, это как, вы договаривайтесь с человеком, да, тут приезжают в своем белье, кому-то в салонах выдают, да, одноразовые там трусики, ну, кто-то работает там на пляже, там, а так все в плавках ходят, там, например, да, в стрингах, кто-то работает в бане, там, и так все голые ходят, ну, индивидуально, вообще их держать в комплекте нужно, советую, то есть они должны быть с вас в комплекте, потому что люди приходят разные, кто-то стесняется, кто-то еще что-то, да, предложить нужно, предложить нужно, а там уже смотреть по человеку. Есть всякие нудисты, они прям голые, плюхаются, ничего не стесняются, да, но у меня тоже голые мужчины и женщины, не стесняются, плюхаются, вот видите, сразу у нас получилось человек накрытый с этой стороны, заметили? Теперь вот нам надо, ну, если мы там обработали, тут работа, например, с головой, все накрыли, да, теперь нам надо переносить обратно, опять одну треть, чуть пониже пупка, да, закрываем с этой стороны, вторую треть, закрываем с этой стороны, и говорим, так, ну, а теперь повернись пупком ват, шоколадным глазом к Богу. Ну, раз, ну, я люблю подшучить просто, конечно, да, смотрите по человеку, если у вас какой-то там супер серьезный человек, такие шуточки не пройдут, да, если с человеком вы уже вошли в контакт. Чтобы понять, пройдут или не пройдут, надо попробовать, не попробовать. Видите, моментально у меня получилось половинка накрытая, вот, если там в чем-то осталось в одежде, да, я еще немножко ее подмораживаю. Хочу, чтобы не было, ну, чтобы ваше масло не попадало на его одежду, бережем его одежду. Так, и теперь у нас начнется практика непосредственно с лопаткой, да, а если вы нас смотрите видеозаписи, вы много не упустили, не успели, приходите, лучше тренируйтесь друг на друге, на натуре.